Массовым катанием быть. Единственный в Наринмаре каток на свежем воздухе начал свою работу. В текущем сезоне его открытие задержалось из-за теплой первой половины зимы. Екатерина Дементьева расскажет подробнее. Начищенные и наточенные после долгого перерыва коньки передают в руки первым в этом сезоне посетителям. На ледовую арену детско-юношеского центра «Лидер» выезжают самые преданные любители спорта на льду. Открытие сезона они ждали давно, но капризная погода не позволяла подготовить лед для массовых катаний. Очень сильно ждали. Не знаю, просто как-то привязываюсь к нему. Люблю кататься на коньках. Да, вместе уже давно хотели сходить. Еще с начала декабря ждали, пока что откроется. Конечно ждали. Да, ждали, очень ждали. Очень рада. Счастливы. Был всплеск впечатлений, что наконец-то за этот долгий год мы наконец-то пришли сюда и начнем восстанавливать свои прежние способности катания на коньках. Прокатиться с ветерком на коньках можно каждую среду, четверг и пятницу с 17 до 21 и выходные с 15 до 21. Что же касается праздничных дней, то массовые катания пройдут 3, 5 и 6 января с 15 до 21.00. Температурный режим, конечно, вносит свои коррективы. У нас, допустим, если там минус 25 или 23 с большим ветром, как правило, мы стадион закрываем, потому что тактированные дни считаются, потому что может быть обморожение. А так, в принципе, будем соблюдать все расписание. В связи с пандемией коронавирусной инфекции для взрослых вход в вестибюль и нахождение в раздевалках строго в масках, а для детей ограничений нет. Сотрудники стадиона также просят не создавать массового скопления людей в помещении. Екатерина Дементьева, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова